Девушки отдыхают История, наука, железная дорога, история футбола позднесоветского Могу по политике, но не моя тема Да нет, я обо всем Именно человеку из Канады я хотел спросить пару вопросов Как еврей, как израильтянин Но я думаю, если вы некомпетентны в этом, нет смысла Я могу быть компетентным, но не люблю на это говорить Я, допустим, я, может быть, компетентен, скажем так, в ингибировании гомогенных процессов Но тут трудно найти собеседника Да, я согласен, я вообще не знаю, о чем это А вы рожденные в Израиле или приехали? Ну, приехали в маленьком возрасте совсем Было мне лет 8 А откуда, где родились? Во Львове, город Львов Ну, я понял Ну, хорошо, задавайте ваш вопрос Как дела, вы откуда? Я из Торонто, а вы откуда? А я с Подмосковья, Россия Я понял, какой город в Подмосковье? Королев в Подмосковье Я понял, понял А какой самый большой город в Московской области? Знаете, по населению Ну, сейчас могу предположить Так, так, так Или Красногорск, или Матища Что-нибудь такое Ни то, ни другое Даже в пятерку не входит один и другой Самый большой город А какой? Самый большой город Балашиха А, возможно, рядом с нами, недалеко, да Да, рядом с вами Он больше поллимона Там 526 тысяч, по-моему, было года три назад Но он самым большим Он самым большим стал городом в 2012 году А до этого лет сто был город Самым большим в области губернии московской Который сейчас занимает второе место Вот можете отгадать, какой это город? Ой, слушайте, не могу гадать, даже не знаю Подскажите, если честно, знаю Город Подольск Сейчас занимает второе место А до 2012 года был на первом месте Интересно А вот когда был Подольск на первом месте Второе место занимал город Который откатился на седьмое место Благодаря тому, что правительство Московской области К нему применяет противоположную политику Чем к Балашке Балашка почему увеличилась? Потому что она поглотила соседние города В частности, город Железнодорожный Крупнейшее поглощение Это поглощение города Железнодорожного Сейчас это Балашка А город, который до 2012 Был на втором месте Откатился на седьмой Наоборот Его постоянно дробят Отщипывая куски в Польше других городов Можете догадаться, какой это город? Слушайте, вы так Я даже, честно сказать, гадать не буду Не в курсе Вы так под Москвой знаете хорошо Полодцы Это город Люберцы Ну это все под... От Люберц постоянно отщипываются куски То есть в семидесятых отщипнули Некрасовку В восьмидесятых Косино и Жулебино В нулевых Белую дачу И вот в десятых уже Котельники Отщипнули от Люберц Это сейчас отдельный город Котельники Интересно, интересно Я буду знать Спасибо за информацию А вот вы ездили по нововведению Собянина с РЖД Вернее, с МЖД Так называемым центральным диаметром Ну катался, конечно По Ярославскому еще не сделали Ну вот по другим катались? По какому катались? Ну уже по Ярославскому сделали Почему? Уже сделали Уже можно с Ярославского на Ярославку выехать спокойно Допустим С Щелкова Поэтому МЦД В Ярославке прям промчаться легко Прям быстро Вы не поняли Центральный диаметр это железная дорога Это совмещение электричек с метро Ну катался, знаете Я катался Ну я ездил по Москве Это конечно ездил Я как бы не запоминаю Зачем мне это надо Ездил, катался А что? Хорошо, удобно Очень удобно Нет, ну есть два плюса, два минуса Но плюсы больше, чем минусы Я тут согласен То есть плюсы тем, что интервалы уменьшились Интенсивность увеличилась Ну да Народу меньше метро стало Знаете, как раз Рассеиваться народ Меньше стало народу А минусы это Так сказать Уменьшились скорости По сравнению с тем, когда простые электрички ходили Сейчас Больше времени в пути И Убийство Зону непараллельного графика Если вам интересно Я вам расскажу, что это такое Какой график? Зону непараллельный? Еще раз Действие центральных диаметров Уничтожили Я вам могу привести пример Если вы знаете Наиболее характерное Это на Курском направлении Вы Курское направление знаете Немножко или нет? Немножко знаю Если нет Я вам по вашему могу привести По Ярославскому Ну давайте А если хотите по Курскому По Курскому более наглядно Но если Давайте Давайте по Курскому лучше По Курскому Смотрите Что такое зону непараллельный график Вот допустим Тульская электричка В 70-е Она ходила Остановки были Москва-Курская Текстильчик И потом сразу Подольск Подольск Гривна Столбова Чехов-Сербхов В 80-м Добавили Царицыно Когда метро Открыли в Царицыно Стала Москва-Курская Текстильчик Царицыно-Подольск И так далее Вот Сейчас Тульская До Подольска Ходит со всеми остановками Такое даже в 90-х Не могло присниться Вот это называется До Подольска Убили зону непараллельный график Когда она шла Текстильчик Царицыно-Подольск Это Называется Зону непараллельный график А его А сейчас Тульская Ходит со всеми остановками я даже в 90-х это не могло такое даже присниться в страшном сне не, не, знаете, там наверное со всеми остановками есть, а же есть скоростные у нас электрички, которые есть, я не спорю, я имею ввиду по стандартному тарифу раньше эти экспрессы по зону неправильному графику ходили по стандартному тарифу, то есть до Подольска хоть ты берешь со всеми остановками или Тульская экспресс она стоила одинаково, а с экспрессы они ходят с тем же временем, как раньше ходили экспрессы в Тульске но там чуть подороже, чуть подороже но это удобно, там допустим с Сергиева Посада до Москвы две остановки Пушкин и Матища, следующая Москва это очень быстро доехал а с Королева есть экспрессы? есть он проходит он знаете как он проходит сейчас скажу Щелково идет в Щелково Щелково до Москвы А Щелково, Королев, Матища, Москва да, 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 все правильно а с Фрязевой с Фрязевой нет экспресса? вот, 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 вот оттуда тоже, по-моему, есть экспресс сейчас не помню, но, по-моему, есть я редко гоняю на электричках, но бывает, что езжу понятно ну, что вы молодцы а вы, 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 наверное, я вас перебью вы, наверное, работали в этом ведомстве, да? все знаете так у меня три образования третье железнодорожное я работал, да ну, я не в пригородах давайте удачи всех благ вам прям очень позитивная да а вы контент снимаете или просто общаетесь? если интересная беседа снимаю контент а так просто общаюсь ну, хорошо мы с какого города издалека да, а вы откуда? мы из Москвы а, ну, прекрасно можем с вами побеседовать по Москве вы в каком районе Москвы живете если не секрет не секрет мы живем на западе на Рублевском шоссе а, это вообще круто как, как относитесь к изменениям последних лет в транспорте и инфраструктуре Москвы в частности к ведениям так называемых центральных диаметров если слышали, что это такое максимально положительно максимально положительно очень удобно нет, я понимаю вы ездили по какому-нибудь из них? не, ездили, конечно конечно ездили конечно, видели очень удобно ну, я метро пользуюсь очень редко ну, бывает иногда едешь на мероприятии или сократить время это симбиоз метро и пригородных электричек это, взяли пример с Лондоном Лондон не так ну, именно диаметр да, да, да именно диаметр он здесь поэтому идет по земле по земле но все новые поезда современные очень крутые и классные скоростные быстрые если раньше я про это говорю есть два плюса и два минуса плюсы большие и минусы не маленькие скажем так вот два плюса это вы правильно поезда супер да, там и вай-фай есть и USB зарядки и туалеты хорошие это я по поводу поездов вот, принципе, новый был интенсивность и движения то есть интервалы уменьшились интенсивность увеличилась это два плюса большие а минусы это уменьшение скоростей по сравнению когда просто электрички и убийство зона непараллельного графика так называемого если вы если вам интересно вы не понимаете что такое я могу вам рассказать я знаю да, электрички перестали ходить на ту сторону ну да, да изменилась изменилась география я понял о чем вы говорите конечно да тоже минус есть можно было при желании доехать до Орехова и поехать в ту сторону да и доехать даже до вокзала можно было здесь с запада а сейчас нельзя до площади трех вокзалов я имею ввиду а сейчас нельзя изменилось сквозное движение можно от электрички раньше можно было доехать до места а сейчас это будут пересадки да ну вот это допустим можно было доехать из подольска до 11 сейчас пересаживаться нужно а из подольска надо хаппина как и раньше можно доехать то есть это вот сквозные сквозное движение но и не это и вот вы какой какое направление лучше знаете курска знаете например на Тулу более-менее так я белорусская допустим мажайская электричка вот раньше шла до введения диаметров там с остановками там беговая беговая там фи фили кунцева отецова голицына и так далее а сейчас то есть экспрессом да только пацанам станция до 11 а сейчас надо одинцово идет со всеми остановками центральный диаметр и потом уже как и раньше там одинцово следующая голицына вот то есть до одинцово убили зону неправильный график сейчас по этому направлению почему до одинцово же все остановки почему убили вот именно что все остановки а раньше ходила мажайская без остановок от кунцева до одинцово так есть пикер который бегает экспресс который тоже идет без остановок дороже по стандартному тарифу раньше ходил электричка без остановок далее сейчас дальние ходят со всеми остановками дальше ходит как и раньше вот это называется терминировали зона неправильный график на участках действия центральных диаметров да наверное вы правы но по большому счету именно вот если про него говорить не не ощущается да какой-то этот какого кого-то дискомфорта время в пути увеличилось хорошо время спасибо за беседу если желаете заходи наступает решительный момент повестки то всех на руках проанализируем обстановку их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо коронеж передали 1922 году воронежской области а в 22 году левская область где была в австрове венгрии опа так это не было еще уровень интеллекта у миколы ручницы на самом деле это геннадий хазан по-моему или так его фамилия это уровень интеллекта креветки из Азовского моря хорош без лишнего шума узнаю кто сейчас здесь стрелец Зарабян первый секретарь Армении первый секретарь обкомов Камчатского Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра ага вот с ним и Зарабяном завтра совместно стою это очень опасно Хохлов и Лени пока тоже держи на прицеле они могут переметнуться и нас подставить Харкашовский групп мы сделали украинский угол и начнем не пытаясь в Украине кто не кто не 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 надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам по горанжевым издаметам. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, страна огромная, давай на смертный бой. Нашейской силой немною, хорошего еще мой.